О том, что в Покровском две недели отсутствовала вода, известно многим жителям Артемовского городского округа. Вопрос, когда же будет решена проблема водоснабжения села, прозвучал в адрес первого заместителя главы администрации АГО Сергея Скутина на минувшем неочередном заседании Думы от депутата Екатерины Александровой. Две недели назад произошла авария на водоводе водоканала. Значит, парализована работа ФАПа, парализована работа всех социальных служб, значит, люди без воды две недели. Значит, обратились в прокуратуру, обратились в Роспотребнадзор, обратились к администрации, но пока воды так и нет. Дело, значит, уже в чрезвычайной важности. Я прошу ответить, Сергей Владимирович. Из-за аварии на водоводе, который принадлежит собственник компании «Экология», поселок Курицу, Холочского района, неоднократные помуждения через прокуратуру, через всевозможные доступные методы привели к тому, что за прошедшее с начала аварии время силами ГТЭК был только выкупан котлован на месте аварии. И предпринято две попытки откачки воды, без того, чтобы обрислить. То есть силами ГТЭК, которая арендовала до вчерашнего дня данный участок водопровода на компании «Экология», авария не была устранена. Вчера, в соответствии с решением арбитражного суда, который утверждил решение о том, что сделки по передаче имущественного комплекса по ООО «Водоканал» в компании «Экология» Сухолочского района, признанным незаконными, вчера в 10.00 состоялось силовое схождение конкурсного управляющего на имущественный комплекс, то есть имущественный комплекс «Водоканал» восстановлен в состоянии, которое было до декабря 2010 года. То есть конкурсный управляющий Ермаков, вчера с ним встречались, и сегодня с утра обещал отправить передяты, которые устранят эту птичку. Действительно ли ремонтная работа началась в четверг, как об этом сообщил Сергей Скутин, и каковы причины аварии и ситуация с водоснабжением в селе, подробно рассказал глава ТОМС села Покровское Андрей Самочернов. На сегодняшний день водоснажение на территории села Покровское восстановлено. Буквально вчера, 11 числа, работники ООО «Водоканал» произвели ремонт порыва, наложили, заменили кусок трубы и восстановили водоснабжение. Авария-то у нас произошла 31 июля. Была перекрыта вся магистраль, водоразборные колонки были отключены, школа, котельная и двухквартирный дом. В чем, по вашему, причина аварии? Причина аварии, что трасса была заложена в 1974 году, ей уже более 30 лет с лишним. За техническим состоянием водопровода должен был следить ООО «Водоканал». В какой части порыв-то произошел? В части магистрали. В центральной магистрали, да. Городская транспортная компания занималась обслуживанием вот этой сети, эти сети были переданы. Но дело в том, что сделка была признана незаконной, и в стадии решения суда была подана апелляционная жалоба. 8 числа августа состоялся суд, и было принято решение уже окончательно, что сделка признана незаконной. Вот скажите, как вы оцениваете действия администрации ОГО, в частности, исполняющей обязанности главы администрации Скутин Сергея Владимировича? Ну, мог ли он ускорить решение данного проблемы? Или все-таки нужно было пройти все инстанции, написать все эти письма, которые он написал, получить на них ответы, заручиться решением прокуратуры, и только после этого, в законном порядке, решать проблему? Ну, вот со стороны администрации городской, со стороны ТОНС, были приняты все меры по устранению вот этой аварии. Вот со стороны ТОНС мы обращались в прокуратуру в среду, в СЭС, обратились в администрацию городского округа. Но в связи с тем, что ООО «Водоканал», которая сейчас приступила к работам на данных сетях, не могла приступить по той причине, что сети были не их, вот с нашей стороны мы ускорить этот процесс не могли. Потому что иначе бы мы нарушили законность, и городская транспортная компания опять бы обратилась в суд. Разборки больше? Да, разборок было бы больше, да, разборок. Значит, вот скажите, есть ли, по вашему мнению, в администрацию ООО и у вас, как глава, как у главы села, реальные рычаги воздействия на неэффективных собственников? Ну, у нас какие воздействия, как вот, как у председателя ТОНС, единственное, что я могу обратиться в надзорные органы и Санкт-Петербург-Станцию. Эти действия были произведены? Эти действия были произведены, да. Никаких больше таких вот мер я данным... Вот скажите, а кто является депутатом по Портовскому? Депутатом является Александрова Екатерина Александровна, которая тоже постоянно занималась этим вопросом, тоже связывалась и с цирейщиком, с Екатерием Мур звонила, и сюда водоканал. Также на последней думе поднимался этот вопрос по обеспечению жителей села Покровская вода. Ну, это было последнее Каплина, когда... Да, это уже было, последнее было. Потому что все инстанции уже были пройдены. Да, да, да. Ну, пока не было решения суда, авария не была устранена. Ну, вот, что хочешь еще сказать, вот, буквально вчера восстановили эту аварию, сегодня у нас потекла колонка. Вот мы исполняющему директору, коммерческому директору Крутову позвонили, Николаю Витальевичу, и уже людей... Уже ремонтируют? Да, уже люди уехали на устранение этой аварии. Я думаю, сейчас ситуация стабилизируется, и таких инцидентов больше не должно произойти. Как и в Артемовском, за коммунальные услуги в Покровском отвечает определенная компания. В данном случае это МУП Покровская ЖКХ. В частности, вот она... У нее есть водонапорная башня, она предоставляет услуги по теплу и снабжению жителей холодной водой только в той части, с кем у нее заключены договора. Вот эта часть, колонки, вот эти вот все... Внутренняя разводка, будем говорить, является ихней? Нет. Внутренняя разводка является жителей, но это там, где у нас предоставляются коммунальные услуги полностью, то есть где есть отопление. Я считаю, под внутреннюю разводку именно территорию села. А территория села, у нас вот... У них ходят водопровод. Это вот центральная котельная, котельная бурлаки, котельная юбилейная. А все, что связано с этим водопроводом и колонками, это на балансе у нас было вот транспортной, городской транспортной компанией. А почему не передать на баланс именно? Было бы больше порядка на этом? Ну, я не считаю, что было бы больше порядка, раз они, сети находятся у них на балансе, они транспортируют, они добывают вот эту воду. Они получают за это деньги? Я думаю, это правильно, что у них на балансе просто вот... Но стечение обстоятельств такое, что вот именно в этот момент вот так вот все произошло. Но одно радость, что это произошло не в зимний период, потому что у нас бы могла котельная остаться без воды. Скажите, а кто является директором этой же МУП вашей? МУП? Тоже депутат наш, Александрова Екатерина Александровна. Значит, она, по идее, по своим обязанностям должна была первая бить тревогу, да? Она и била тревогу, да. Потому что мы везде, во всей инстанции, неоднократно, не раз в день звонили, приезжали, смотрели. В пятницу у нас на той неделе они раскопали траншею. Родионов у нас, директор МУП, ОГО Жилкомстрой, он помог со сваркой, но работал с генератором, тоже принимал активное участие в устранении этой аварии. Но работы так и не были длинны до конца. Потому что, я думаю, сыречка в этом был уже не заинтересован. Неэффективные собственники. Скажите, пожалуйста, сейчас уже время, вы знаете, вы не первый год уже на этой должности, что сейчас время подошло к отопительному сезону готовиться. Как у вас дела обстоят? К отопительному сезону у нас котельный косметический ремонт проведен. Ждем котел, который будет устанавливаться на центральной котельной. Сейчас придут выпадающие доходы, и будем рассчитывать за уголь и закупать новую. Ваши должности по углу перекроются этим выпадающими? Нет, не перекроются. Какая сумма долгая? Сейчас я не скажу какая сумма. Около 7 миллионов была. Понял. А сколько выпадающих? Выпадающих, выпадающих 4 160. В принципе, заключите договорчик? Да, вот заключенный, думаю, договор. Все равно уголь будет завезен. Топительный сезон начнем. Какие проблемы вот сейчас? Это же не только уголь. У вас, чтобы не было таких проблем по трассе, чтобы не было зимой, что-то менялись какие-то участки, требуют замены. Кто помогал, делается, не делается? Как планируется? Какой-то план должен быть? Ну, конечно, каждый год составляется план, план ремонта. И в основном за счет собственных средств производятся вот эти ремонты. Но, конечно, делаются те проблемные участки, где более всего в зимний период проходила авария. А так что от плана какие-то сети, ну, возможности в МОК, Покровская ЖКХ, менять нет. Потому что изношенность теплосетей и холодного водоснабжения составляет до 70%. Энергосбережение программ как-то ведется, утепляются трубы? Да, в МОК есть программа энергосбережения, но это, опять же, оговорюсь, если есть средства, значит... При наличии средств. При наличии средств. Которых, как это часто бывает, не всегда хватает. А ведь Покровская не только большое село, но и достаточно протяженное, что сказывается на общем километаже труб, проводов и прочих элементах, требующих дорогостоящего обслуживания и замены.